От отчаяния к вере. Псалом 9, с 22 по 39 стих. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа. Не взыщет во всех помыслах Его. Нет Бога. Во всякое время пути Его гибельны. Суды Твои далеки для Него. На всех врагов Своих Он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем. Не поколеблюсь. В род и род не приключится мне зла. Уста Его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком Его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором. В потаенных местах убивает невинного. Глаза Его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти Его. Говорит в сердце своем. Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой! Вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем? Ты не взыщешь. Ты видишь. Ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте, Ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь, Царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли Его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Размышления, часть первая. Логика нечестивых. Псалом 9, с 22 по 32 стих. В мыслях нечестивых людей наблюдается следующая логическая цепочка. Если Бога нет и нет Верховного Судьи, то незачем и к праведности стремиться. Поэтому для них весь смысл жизни заключается в том, чтобы за счет эксплуатации более слабых удовлетворять свои прихоти. Однако Божий народ живет совсем по другим принципам. Есть Бог, который наблюдает за каждым словом и поступком. Поэтому лучше почитать Его и угождать Ему. Тот факт, что Господь не торопится излить свой суд на нечестивых, иногда нас озадачивает или разочаровывает. Но мы видим, что в своем терпении и благости Он призывает к покаянию даже самых великих грешников. И мы можем быть абсолютно уверены, что однажды Бог разберется со всяким неправедным словом и делом. Применение. Каким образом знание о том, что Бог наблюдает за вами, влияет на ваше хождение перед Ним? Как истина о том, что Господь наблюдает за вами, успокаивает вас посреди зла, творящегося вокруг? Размышления, часть 2. 2. Соработники праведного и милостивого Бога. Псалом 9, с 33 по 39 стих. Псалмопевец долго изливает Богу свое сердце, возмущенное делами нечестивых. Ему трудно сдерживаться. В его словах мы чувствуем предельный накал эмоций. Зная, что Господу не безразлично происходящее вокруг, Он умоляет его восстать и наказать неправедных. Когда мы сталкиваемся с несправедливостью и неправедностью в этом мире, нам не следует передаваться отчаянию. Лучше взывать к Нему в молитве, взирать на Него глазами веры и твердо помнить, что мы соработники у праведного и милостивого Бога. В заключении псалма автор напоминает нам, что, отвечая на наши молитвы, Бог действует. Это побуждает нас пребывать в молитве до тех пор, пока не будет явлена Божья праведность. Применение. Что вы делаете, когда отчаиваетесь из-за испорченности и зла этого мира? Против какой формы зла призывает вас молиться Господь? Молитва. Бог Отец, порой мне кажется, что лишь нечестивые процветают на земле. Но я верю, что Ты все видишь и восстановишь правосудие для всех. Пусть мои молитвы и поступки проистекают из знания этой истины, а не из-за отчаяния. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»